Уважаемые коллеги, это я Александра Васильевича приглашаю на трибуну. Александр Васильевич Долгик, заслуженный конструктор МПО имени Лавочкина. Мы долго с ним обсуждали, какую бы тему можно сказать. Дело в том, что Александр Васильевич, он, в общем-то, исследует и занимается над работами, наносящими такой, ну, я бы сказал, конфиденциальный характер. Вот, поэтому выбрали схему для названия «Разгадка секретов филографийского эксперимента». Пожалуйста. Информации у меня, к сожалению, очень много, поэтому мне придется иногда и заглядывать сюда, в текст, чтобы не запутаться самому. Итак, все вы знаете, что в октябре 43-го года в США был проведен так называемый филографийский эксперимент. Цель эксперимента сделать эсминец Д-173 невидимым для радаров путем создания вокруг него мощного электромагнитного поля. В процессе эксперимента, судя по тому, как об этом рассказывают, эсминец коротковременно исчез из поля зрения, потом наблюдался в гавани на полках, снова появился на своем прежнем месте, и после завершения эксперимента, когда взошли на его город, то обнаружили, что часть экипажа исчезла, часть совместилась с конструкцией корабля, а часть была обнаружена в невменяемом состоянии. Трагические результаты эксперимента привели к тому, что работы были прекращены, а результаты засекречены. В настоящее время об этом написаны книги, статьи, сняты даже фильмы. Теперь мы перейдем немножечко к теории, потому что без нее мы мало чего поймем из того, что я буду сейчас рассказывать. Чтобы понять, что здесь происходит, тут не будет никаких зубодробительных формул, а все будет предельно просто, буквально на уровне средней школы. Итак, согласно специальной теории относительности, мы с вами живем в четырехмерном пространстве времени. Его можно условно написать в виде формулы 1, где В – это объем единичной пространственной ячейки, а Т – единичный интервал времени, который имеет место в пределах этой ячейки. Термин единичный означает, что речь идет о параметрах, которые приняты за единицы измерения объема и времени. Из формулы 1 следует, что если меняется В, то обратно пропорционально меняется Т, и наоборот. При этом меняется концентрация времени в единице объема. И чтобы ее оценить, вводится параметр, имеющий физический смысл плотности. В нашем случае это будет плотность времени. Возникает вопрос, а в каком, собственно, мире мы с вами живем? Физика все время нам говорит, что мы живем в изогнутом пространстве. Вот давайте посмотрим для начала с этим делом. Но сначала я хочу обратить внимание вот на что. Элементарные рассуждения, которые я, так сказать, в данном случае из-за недостатка времени не привожу, позволяют сделать вывод, что если в пространстве имеется градиент плотности времени, то на тело, помещенное в этом пространстве, будет действовать ускорение, направленное туда, где плотность времени больше. Иначе говоря, если есть центр с максимальной плотностью времени, то ускорение будет направлено в этот центр. Ну и, соответственно, если плотность времени в любом направлении одна и та же, градиент равен нулю, и перед нами то, что мы называем инерциальным пространством. Так вот, если подойти к двум понятиям – изогнутое пространство и искривленное пространство, то давайте посмотрим сначала трехмерную модель искривленного пространства. Ну, на практике это что бывает? Вот вы видите картинку справа. Значит, это жесткая рамка, на нее наносится тонкая резиновая пленка, на ней рисуется сетка в квадратную ячейку. Каждая эта ячейка будет единичным интервалом, единичной пространственной ячейкой. А толщина будет единичным интервалом времени. Если мы теперь на нее положим шарик и сдеформируем ее, то это и будет моделью искривленного пространства. А что получается с плотностью времени в этом пространстве? Мы увидим, что в направлении к шарику размеры пространственных ячейк будут увеличиваться, а толщина пленки уменьшается. Следовательно, плотность времени в направлении к шарику будет уменьшаться. А согласно тому, что я вам только что сказал, в этом случае на любое тело, помещенное в такое пространство, будет действовать ускорение, которое выталкивает от шарика. Что-то это не похоже на то пространство, в котором мы с вами живем. А вот если мы в качестве модели возьмем пластик и на одной из его граней нарисуем ту же самую сетку, а потом изогнем в этой же плоскости, то получим картинку, изображенную справа, слева, извините. Мы видим, что размеры пространственных ячеек по направлению к центру уменьшаются. У ластика вы обнаружите, что толщина увеличивается, значит, плотность времени увеличивается, и возникает градиент, направленный к центру изгиба. Таким образом, мы с вами живем в изогнутом пространстве. И доказательством этим является еще исследование американских ученых. Они определили, как меняется длительность интервала времени по мере удаления от центра гравитации. И оказалось, что длительность интервала времени уменьшается по мере удаления от центра гравитации. Значит, по направлению к центру у вас есть положительный градиент длительности единичного интервала времени. И тем более положительный градиент плотности времени. Плотность времени изменяется в зависимости от расстояния. Вот так показано на рисунке 2. Максимальное значение имеется в районе сферы Свардшильда, то есть там, где первая космическая скорость равна скорости света. А вот там, где мы с вами живем, относительно изменения плотности времени соответствует всего лишь 7,7 на 10 минус десятой степени. Величина, несомненно, маленькая, но ее вполне достаточно, чтобы нас притягивало к центру Земли с ускорением в одно же. Относительно изменения плотности времени представлено на формуле 3. Как видите, оно зависит от гравитационной постоянной, массы Земли, скорости численно равной скорости света. Ну, здесь можно особенно сказать, почему я так это называю, но в данном случае это в тему доклада не входит. Ну и, соответственно, расстояние от центра гравитации. Снизу в формуле 4 показано абсолютное изменение плотности времени. Как видите, я его считаю в данном случае немножечко не так. Я вычитаю из предыдущей ячейки плотность времени, вычитаю плотность времени в ячейке И. Что показывает формула 3? Она говорит о том, что каждому значению R в поле тяготения соответствует единственное значение относительного изменения плотности времени. И если мы начнем в точке И искусственно увеличивать ее, то дельта P у нас будет уменьшаться, левая часть формулы будет уменьшаться, и это при постоянных константах должно привести к тому, что меняется R. Оно должно увеличиваться. Но в том-то и дело, что увеличиваться-то оно не может, потому что этому мешает сила тяготения. Конечно, изменяя плотность времени, мы действительно можем достичь даже антигравитационного эффекта. Но в данном случае мы не можем это сделать, потому что для этого следует выполнить еще ряд условий. То есть просто изменить плотность времени недостаточно, чтобы изменить вес и даже получить антигравитационный эффект. Поэтому что происходит? Меняются константы γ и c, а это означает, что в изогнутом пространстве вдруг образуется область, которая не соответствует свойствам окружающего пространства. И чем больше мы ее увеличиваем, тем больше возникает это различие. И, наконец, в том случае, когда ΔP становится равным нулю, константы обращаются в ноль. Это предельное состояние. Если мы дальше будем увеличивать плотность времени, константы станут отрицательными. А это значит, что мы вышли за пределы нашего пространства времени. И теперь находимся где-то вне его уже. В этом смысле и появляется вот этот самый первый фактор, который был обнаружен при филодерфийском эксперименте, когда эсминец вдруг стал невидимым. Просто плотность времени была увеличена настолько, что он вышел за пределы нашего времени. Как это можно было реализовать? Дело в том, что любое электромагнитное поле или просто физическое колебание, оно позволяет увеличивать плотность времени. И вот в формуле 5 представлено соотношение А-амплитуды и Ф-частоты, при которой наблюдается ΔП равный нулю. То есть это как бы вот тот предел, которым, значит, объект должен становиться невидимым в условиях, когда вокруг него электромагнитное поле. Но если вы реально подставите сюда цифры, то получится, что этот эффект у вас появится на СВЧ-колебаниях. А это означает, что тогда, создав вокруг эсминца вот эту зону, в пределах которой, значит, объект стал невидимым, вы фактически должны были зажарить экипаж. Но этого почему-то не произошло. Почему? И вот ответ на этот вопрос дают информации. Дело в том, что по этому эксперименту довольно много разной информации. И вот, в частности, есть информация, что в процессе эксперимента на борту было установлено несколько разных генераторов с разной частотой. Что это значит? Это значит, что использовалась особая форма колебаний, при которой ту же самую плотность времени можно получить при гораздо меньшей частоте. Вот она-то и была использована. Эту форму колебаний раскладываем в ряд фурьей и получаем ее как сумму нескольких гармонических колебаний. Причем можно сделать как зону с увеличенной плотностью времени, так и зону с уменьшенной плотностью времени. Совместите эти две зоны между собой, и вы получаете двигатель, который способен совершать межзвездные перелеты. Да еще при этом у вас будет искусственная тяжесть внутри этого аппарата. Теперь давайте посмотрим другой вариант. В данном случае мы относительно изменения, абсолютное изменение плотности времени определяем стандартным путем. Мы из последующей точки вычитаем предыдущую. Это говорит о том, что у нас есть не только верхняя граница по плотности времени, в котором оканчивается наш мир, но и нижняя граница. И мы находимся вот в этом узком диапазоне. И если имеются рядом с ним какие-то другие параллельные миры, то они могут как быть рядом с ним, так и совмещаться иногда. Поэтому и бывают иногда случаи, когда при изменении плотности времени за счет внешних условий происходит переход из одного места в другое. Причем, если объект обладает повышенной плотностью времени, то это означает, что события, стандартные события, происходят там чаще. Поэтому мир, в котором плотность времени больше, он, соответственно, ушел далеко вперед. А тот, который поменьше, тот, значит, отстает сзади. Так что есть возможность у нас, меняя плотность времени, совершать путешествие туда и обратно, как говорится. Вот. Ну а теперь мы перейдем к следующему моменту. Как именно, что именно происходило во время этого эксперимента. Итак, мы видим, кораблик находится в ячейке А. Мы создали увеличение плотности времени. И тогда размеры ячейки уменьшились, а вокруг создалась пограничная зона. В которой происходит выравнивание плотности времени с окружающим пространством. Увеличиваем плотность времени, и дельта П у нас равно нулю. Объект вышел за пределы нашего мира. Но в тот же момент он совмещается с тождественной точкой В, которая находится вот на фигуре 4. Почему это происходит? А по той простой причине, что вне нашего пространства-времени понятия расстояния не существует. Это раз. И второе, то, что часть энергии мы изъяли из нашего мира. Поэтому, если мы хотим сохранить, чтобы действовал закон сохранения энергии, эта же часть энергии должна вернуться в наш мир. И вот получается уникальная ситуация. Объект находится одновременно, как бы в двух местах сразу. Что нужно сделать, чтобы этот объект где-то остановился окончательно? А для этого надо разорвать тождественность. Для этого надо в ячейке А1 уменьшить плотность времени. В результате объект должен оказаться в точке В. Так почему же в процессе филадельфийского эксперимента эсминец не оказался в Норфолке, а вернулся обратно в Филадельфию. А причина здесь очень простая. Для создания электромагнитного поля использовались катушки индуктивности. А вы знаете, что если резко выключить катушку индуктивности, то возникает ЭДС самоиндукции, и в результате резкое увеличение плотности времени. То есть иное повышение энергии, и соответственно повышение плотности времени. И потом резкое падение вниз. Получилось, что выключая, резко выключая ток, мы скачком подняли плотность времени, и разорвали при этом тождественную связь, и тут же опустили ее вниз и материализовались в новой точке. Так почему же этой точкой оказался именно Норфолк? Ведь должны быть тождественные точки, то есть точка Филадельфии плюс увеличенная плотность времени, и такая же плотность времени должна быть в Норфолке. Вот давайте немножко разоберемся с этим вопросом. Значит, мы знаем, что Земля приплюснута. Следовательно, на экваторе, а Норфолк у нас располагается ближе к экватору, примерно градусов так на 5, на 4-5 градусов. Вот, следовательно, в наеме Норфолка плотность времени должна быть меньше. Значит, он никак не мог переместиться в это место. Так кто же помог ему это сделать? Или все-таки создавалась зона с уменьшенной плотностью времени? А вот здесь нам ответ дает вращение Земли. В школе нас все время учили, что есть так называемое центробежное ускорение. А вот почему оно возникает, четкого объяснения сделать не было. Представьте себе, что у вас есть диск. Так? Проводим ось вращения перпендикулярно к этому диску, чтобы она проходила через центр этого диска. Какая у нас линейная скорость вращения в центре диска? Нулевая. Вот эту вот плотность времени мы возьмем за точку отсчета. А на периферии? На периферии у нас максимальная скорость линейной скорости вращения. В этом случае происходит за счет литивистского эффекта сжатия пространственных ячеек, увеличение длительности интервала времени и повышение плотности времени. Получается, что плотность времени меняется от центра до периферии, увеличивается при этом. А что я говорил в самом начале выступления? Что там, где есть гардиент плотности времени, то возникает ускорение, направленное туда, где плотность времени больше. То есть на периферию. Что же нам дало вращение Земли? Оно привело к тому, что на периферии, то есть на широте Норфолка, вращение был радиус больше, чем на широте Филадельфии. И в результате плотность времени там оказалась больше. Причем надо отметить, что изменение плотности времени за счет именно вращения, она на порядок с небольшим больше, чем уменьшение плотности времени за счет приплюсности Земли. Итак, в Норфолке была плотность времени увеличена. А теперь давайте... Поэтому он и переместился именно туда, а потом из нее обратно в Филадельфию. А теперь посмотрим, что же произошло с людьми. Мы с вами живем в мире, где плотность времени постоянно меняется. Даже элементарная расстановка каких-то предметов в нашем зале, она уже привела к тому, что здесь появились зоны с неравномерным ходом течения времени. Это проводили исследования наши биологи, и они доказали, что это действительно так. Даже если вы пойдете в лес, вы там увидите, что есть деревья, закрученные в одну сторону, есть деревья, закрученные в другую сторону. Это и есть проявление локального изменения плотности времени, когда появляется дополнительная сила, которая подкручивает или не докручивает эти деревья. Так вот, человек, находясь в этом пространстве за счет своей внутренней энергии, а мы обладаем внутренней энергией, научился чуть-чуть подкорректировать все это, для того, чтобы, значит, на него это плохо не влияло. Так вот, если мы резко, скачком увеличиваем плотность времени, то человек очень негативно на это реагирует. Проведем практический пример, он описывался в литературе. Группа исследователей исследовала геопатогенную зону. Они шли цепью и на расстоянии звуковой и зрительной связи. Вдруг одна из девушек почувствовала, что звуки окружающие куда-то исчезли. Она испытала крайне негативное ощущение, и ее хватила паника. То есть началась паническая атака. Она в панике дернулась в сторону, и внезапно звуки появились. А ее товарищи ей сказали, что да, мы видели, следили за тобой, и вдруг ты исчезла из виду, и внезапно появилась чуть в стороне. Что произошло в этот момент? Она угодила в зону, где плотность времени была настолько велика, что плотность времени увеличилась очень сильно, и она на это, так сказать, вот так на это отреагировала. Значит, запомним, что если мы попадаем в зону с увеличенной плотностью времени, человек реагирует вот так негативно. И второй эксперимент я вам сейчас расскажу, который проводился Вадимом Чернобровым еще по молодости лет. Они исследовали вопрос, а как влияет на состояние человека, а конкретно на его вес, ну, скажем, состояние стресса или паники? Что они делали? Они брали людей, значит, добровольцев, забирали их с собой на парашютную вышку, обклеивали их датчиками, потом тайком приделывали к ним тросик, идущий к парашюту, и внезапно сбрасывали вниз. Человек в панике, значит, падал вниз, кричал, а они, значит, потом по своим результатам замеров определяли, насколько же изменился вес этого человека. Время изменения очень коротенькое, так сказать, реакция, так сказать, должна быть очень быстрой у человека, и вот результаты. Основная масса людей изменяет свою плотность времени крайне мало. В пределах там вес, у них вес изменялся, раз менялся вес, то и менялся, значит, плотность времени. Значит, основная масса людей плотность времени меняет очень мало. Буквально в пределах там одного-трех процентов. Есть средняя категория людей, которые свою плотность времени влияет уже, в пределах 10%, и наиболее продвинутые товарищи, которые способны изменять свою плотность времени, еще больше, на десятки процентов. Ну, это за короткий интервал времени, потому что мы знаем, что лунатики, они вообще могут обезвеситься. Но это происходит не сразу и не скачком. Так вот, что же произошло во время филадельфийского эксперимента. Включается электромагнитное поле. Плотность времени резко возросла. Люди, которые не могут на это отреагировать, они теряют сознание и падают на палубе. Те, которые смогли чуть-чуть скомпенсировать свою плотность времени, они испытывают все равно крайне негативные ощущения и бегают по этой палубе. И, наконец, последняя группа, которая немножечко побольше сумела скомпенсировать свою плотность времени, они еще сохраняют возможность что-то такое соображать. И, видимо, кто-то из них и вырубил эту установку. А что получилось в результате? А в результате каждый объект совместился там, где соответствующая плотность времени. То есть корабль совместился в той же точке, в той же самой ячейке А. Люди, которые были в бессознательном состоянии, остались на том же месте, лежать на той же палубе. А вот те, которые чуть-чуть повысили свою плотность времени, они должны были материализоваться чуть ниже. Вот они-то и совместились с палубой, а если они еще при этом бегали, то они могли совместиться с элементами конструкции корабля. Но самая трагическая, конечно, судьба была у тех, кто сумел увеличить свою плотность времени максимально. Они материализовались ниже корабля. Произошло мгновенное совмещение молекул воды с молекулами тела. То есть все эти люди, они, конечно, погибли. В заключении этого моего доклада я что могу сказать? Что то, что произошло, это была как бы телепортация объектов в случайную точку пространства. Можем ли мы сделать ее управляемой? Ну, разумеется, можем. Для этого вам нужно только научиться медленно увеличивать плотность времени. И вот здесь я сейчас вам просто приведу некоторые картиночки того, как это происходит. Представим себе, что у нас есть две камеры. Одна находится на Луне, другая, вот, B находится на Луне, а у нас на Земле. Камера позволяет увеличивать плотность времени. Там несколько минут, пожалуйста. Две. Две, хорошо. Камера позволяет увеличивать плотность времени. Причем делать это постепенно. Итак, мы включаем камеру B по команде с Земли. Плотность времени увеличивается. И в каждой камере A и B находится индикатор зоны. Что подразумевается под этим индикатором зоны? Это ничего страшного. Это обычный пьезоэлемент. Только они должны быть тождественны по своим свойствам. Включается и пьезоэлемент. Он тоже, на него подается электрический ток, он начинает деформироваться. Человек помещается в камеру A. Затем плотность времени увеличивается и становится одинаковой в каждой камере. Откуда мы это узнаем? А по индикатору. Тождественные объекты ведут себя как единый объект. То есть колебание, так сказать, вибрации одного тут же приводит к вибрации другого. Он вырабатывает электрический сигнал, который дает команду на прекращение изменения плотности времени. Теперь, чтобы объект оказался в зоне B, нам нужно уменьшить плотность времени в зоне A. И как заключительный момент, вот она уменьшается, плотность времени, и человек выходит в новом месте. Это перед вами описан момент, как бы сказать, ну, таких по частям, что ли, когда этот происходит процесс телепортации. Но ведь мы же можем сделать трубу, в которой плотность времени постепенно увеличивается на величину, которую человек может вполне нормально себя провести. И ответную трубу где-нибудь в другом месте. Разница между ними должна быть такая, что градиент плотности времени в ответной трубе должен быть меньше, чем здесь. Что получается в этом случае? Значит, объект всегда перемещается туда, где плотность времени больше. Вот это правило, оно и как раз используется при телепортации. Поэтому человек идет по этой трубе, плотность времени увеличивается, увеличивается, а потом мгновенно он оказывается в другом месте. И выходит уже оттуда. Не хотите, чтобы был человек, пожалуйста, можно передавать топливо, газ, нефть и прочие вещи. И не нужно никаких трубопроводов. Нужно только научиться делать и управлять плотностью времени. Вот и все. Коллеги, ну вы поняли, почему мы долго выбирали, так сказать, тему. И ведь вы тоже поняли, какими делами занимается наш уважаемый Александр Васильевич. Будущее, чего это? Перекачки нефти, новых видов оружия. Чего это? Или полет в космос. А может быть действительно освоение космоса? Действительно и освоение космоса. Вот, а не такое, какое сейчас.